Ни для кого не секрет, что современным родителям и их детям становится сложно находить общий язык. Чтобы прокормить семью, приходится много работать, а это негативно сказывается на воспитании. Как итог, родители стараются потакать во всем своему чаду, чувствуя за собой вину в отсутствии должного внимания. Так появляются дорогие игрушки, планшеты, смартфоны, компьютеры, которые заменяют ребенку весь досуг. Как итог, дети становятся равнодушными ко всему, кроме игр, считают создатели детского лагеря «Скилл Кэмп». Создавая свои программы детского отдыха, они стараются исправить подобные ситуации. Мы берем мальчишек и девчонок, выдергиваем их из привычной среды, то есть отрываем их от компьютеров, от их планшетов, каких-то телефонов, смартфонов и кидаем их в настоящую жизнь. То есть они проходят все эти этапы, которые мы с вами проходили просто на детских площадках, когда мы бегали, на турниках висели, а они это, к сожалению, сейчас потеряли. Так получается, что ребята становятся все больше инфантильными, потому что за них очень многое начинают решать их родители. И мы, соответственно, своим проектом даем им возможность самостоятельно принимать решения. Программа физического и личностного роста «Путь» длится 21 день и делится на три части. В Севастополе «Скилл Кэмп» базируется в оздоровительном лагере «Горный». Там дети проходят первичную адаптацию, знакомятся с лагерем и его бытом, проходят курс молодого бойца. Примечательно, что все электронные средства у них забирают. Связь с родителями только через инструктора. Телефоны не дают. Забирают. Ну, без телефона лучше или хуже? Не знаю. И лучше, и хуже. И то, и то. Когда дети привыкнут к новой среде, группы отправляются в недельный поход. Здесь уже не получится отвертеться от участия в жизни лагеря. Каждый из участников так или иначе вовлечен в работу. Основной принцип нашей программы заключается в том, что все воспитание происходит по образу и подобию. То есть мы всегда должны учить только тому, чем мы сами являемся и что мы демонстрируем. Формируются мотивы улучшения себя, но не с целью, чтобы стать лучше кого-то, а с целью стать лучше, чтобы всей команде стало лучше. Принципы коллективной ответственности, коллективной зависимости у нас очень активно и пропагандируются, демонстрируются. Третий этап программы – городской. Целую неделю дети находятся в Севастополе, где им предлагают пройти ряд испытаний. Наверняка севастопольцы замечали группы подростков в оранжевых футболках, активно чистящих городские памятники. Это воспитанники «Скиллкэмп» выполняют общественные работы в рамках программы обучения. Очередное задание – провести соцопрос. Ребята должны выяснить у горожан, как они относятся к вредным привычкам. Не могли бы вы нам рассказать о своем отношении к курению? Ну, конечно, могу. Негативное мое отношение. Тем более, когда молодежь курит. А почему она у вас так не сложилась? Ну, потому что это наркотик, ну, как бы, просто легализованный. Я и не отношусь отрицательно. Отрицательно. Сами курят сейчас? Нет. А из-за родственников, кто-нибудь у вас курит? Знаете, раньше курили, но недавно бросили. Опрос не только поможет ребятам собрать ценные социологические данные, но и научит не бояться говорить с незнакомыми людьми. Очень интересно. Много было разных мероприятий. Были восхождения на пригорке, были лазения по ущельям. Ну, в общем, очень много всего интересного. И вот, когда я этим занимался, я усновала себе очень многое. И открывала себе какие-то новые чувства. Прошлым летом мы тоже были все лето в Крыму. И родители вспомнили, что в конце лета нам было очень скучно. Поэтому решили найти лагерь. И одновременно хотели, чтобы мы пошли в поход. Кроме тренинговой части, ребята ежедневно бывают на море и на городских экскурсиях. Несмотря на то, что детей всячески стараются увлечь, многие под конец смены откровенно скучают по своим родным. В этом есть несомненный плюс ограниченного общения. По приезду домой дети начинают понимать, насколько важно любить родителей и прилежно относиться к своим домашним обязанностям. Инструкторы лагеря говорят, дети действительно меняют свое отношение к некоторым вещам, проходя программу «Путь». Иван Клепачев, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.